За работой Всебелорусского народного собрания следили не только наши ближайшие соседи, но и партнеры по дальней дуге. И это, понятно, мощный посыл выступлений президента был посвящен и геополитике. Глядя, как демократический Запад стирает национальное самосознание многих народов, эксперты сходятся во мнении. Белорусам нужно двумя руками держаться друг за друга. Информационный иммунитет то, чего так не достает в современных реалиях, и вырабатывать его лучше и эффективнее коллективно. Адаптерия на практике Всебелорусское народное собрание. Несмотря на циркуляцию мнений пандемический кордон, границы абсолютно законно пали перед зарубежными гостями. Почти полсотни зарубежных зрителей из более чем двух десятков стран мира. Доктор Фатхи проделал путь в 3000 километров из Каира в Минск. Позади 13 часов полета, тесты на ковид, пришлось увидеть даже Эйфелеву башню из иллюминатора. И все не ради ностальгии. Не только. Профессор, хоть и возглавляет ассоциацию выпускников советских и российских вузов, понимает, как важен в наше время экспорт образовательных услуг. Сегодня у нас учатся студенты из 107 стран. Я считаю, это демократический фестиваль. Поэтому, конечно, такое мероприятие для меня очень приятно участвовать. Тем более, что я учился во время Советского Союза. Жизнь изменилась сильно во всеми областями. В области политики, в области экономической ситуации, торговой, промышленности. Поэтому я вижу, что идет и развивается хорошо. Судить о настоящем страны нельзя в отрыве от геополитики. Разработать новую концепцию внешней стратегии взял на себя обязательство МИД. А пока с учетом недавних событий в стране можно констатировать. Беларусь стала объектом санкционного давления под видом демократического блага. Но вот же она, демократия в натуральную величину. Люди со всех регионов страны, представители разных социальных слоев, профессий и возрастов. В отличие от Украины, Беларусь монолитно, нет разделений философских по отношению интеграции к Западу, к Востоку. Нет каких-то культурных разностей. Вы в целом единый народ. Украина больше по размеру. И исторические противоречия до сих пор нам аукаются. Внимание к событию пристальное, поэтому и удар отражать пока хотя бы словом нужно и должно. Глава государства за 4 часа сформулировал задачи и приоритеты. Но самое главное – национальные интересы. Он совершенно четко расставил акценты, где на первом месте экономика, где на таком же первом месте вопросы социальной защиты населения. И во всем этом, разумеется, опора прежде всего на свои собственные силы, на те уникальные возможности, которые есть у Беларуси, которые она в состоянии реализовывать самостоятельно. Но, разумеется, которые она будет еще лучше реализовывать в партнерстве и союзничестве с Российской Федерацией. Наши страны действительно неделимы и в духовном смысле тоже. Скажите, а вот та самая экономическая интеграция, которая углубленная еще более, хотя куда уж, хотя, наверное, и есть над чем работать, вам виднее? Есть, конечно. Скажите, вот вы разделяете это мнение? Да, конечно. Я убежден в том, что будущее наших двух стран возможно в более тесном взаимодействии, причем совершенно точно прежде всего в сфере экономики. И здесь должны быть продуманы все решения, здесь не должно быть каких-то шагов, которые бы одна страна навязывала другой, тем более с каким-то ущербом для интересов другой стороны. Господствующая высота в центре Европы об этом думают, но не говорят, хоть и подразумевают. Сегодня то, что вы делаете и за что вы боретесь, это вы боретесь за нормальную, процветающую Беларусь. И это надо делать. Никто сегодня не хочет, чтобы ваша страна была сильной. То же самое и наша. Они все хотели, чтобы Молдова была слабой, чтобы она была ничтожной, чтобы мы ходили протянутой рукой. Вы сегодня отстояли первый бой. Дай Бог, чтобы, я уверен, вы его победите, потому что у вас есть нормальная, решительная команда. Поэтому и заглавными на собрании стали развитие, единство, независимость. Не просто слова, еще шестого Всебелорусского народного собрания. Цену каждому из понятий в последнее время прочувствовали абсолютно все. Нина Можайко и Дмитрий Чумак, агентство теленовостей.